Добрый вечер Добрый вечер Сегодня выпуск программы Экзотика будет не совсем обычным У нас в гостях Мой тюрьмский друг Андрей Горохов Известный многим радиослушателям Как создатель программы Парад звезд и джаз Которые идут на волнах Немецкой волны из Тельна Здравствуйте друзья Почему ты так сказал Немецкой волны из Тельна Извини Андрей Андрей не был известен раньше Как художник и меломан А теперь он занимается радиобродкастингом И очень в этом преуспел Насколько я знаю Его программа очень популярна у нас в стране Поэтому я ощущал интересным Пригласить его к нам на передачу И поговорить с ним о музыке Правда сначала я хотел его помучить Вопросами о немецкой музыке Но потом Решил, что интереснее будет Познакомить Андрея с некоторыми Новинками нашей современной Музыкальной действительности А потом Когда мы послушаем Каждую композицию Мы ее как-то прокомментируем И посмотрим, как Андрей Прореагирует на наши новые музыкальные веяния Начнем мы, пожалуй, с композиции Крем-брюле Проекта Буржуэйжа Иногда ее можно произнести как Буржуазия Это новый проект Павла Жигуна Алексея Борисова из дуэта Фрутс Итак, Крем-брюле 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 Продолжение следует... 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 Ты знаешь, что нас очень любят использовать фольклорные заимствования К сожалению, да Для создания современных произведений Вот один такой опыт мы сейчас послушаем Это дуэт, который состоит из двух питерских музыкантов Алексея Рахова, известного по ансамблю ОВИ Странные игры, а также НО И Виктора Сологуба, который играл тоже в Странных играх вместе с Лешей А потом играл в ансамбле игры Их совместный проект называется Дэд Ушки То есть Мертвые ушки И сейчас мы послушаем пьеску под названием Шумело, гремело А шумело, гремело А шумело, гремело Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проект из Санкт-Петербурга Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Русский фольклор Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья Реакции умного и талантливого человека Он придумал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девит Копперфилд Девит Копперфилд Девит Копперфилд Кто распилен тоньше всех Девит Копперфилд Кто не дышит тоньше всех Девит Копперфилд Он живее всех живых От порезов на живых Всемогущий доктор Копперфилд Девит Копперфилд Девит Копперфилд Из кипящей из сухой Из-под дисковой пилы Выйдет невредимым Копперфилд За решетчатым окном Сидя в ящике стайном Знает выход Мудрый Копперфилд Кто на свете всех Медель Всех румяний И пилей Старый добрый доктор Копперфилд Приходи к нему Лечиться И слоненок И волчица И жучок И паучок И алкогольник Ужий чок Девин Копперфилд Девин Копперфилд Девин Девин Копперфилд Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой бодрой песенкой отпраздновали турне по Москве и Ленинграду великого зарубежного фокусника Дэвида Копперфилда группа «Ном» и «Гавриил Лубин». Ну, как ты знаешь, вся контрабанда делается на Дерибартовской и Малой Арнаутской. Дэвид Копперфилд тоже на поверку оказался Дэвидом Коткиным. Видимо, корни у него тоже одесские. Да, да, да. И хорошо, слава богу. И хорошо, да. Все самое лучшее оно из бывшего пространства СССР проистекает. Ну, как тебе понравилась песня? Ты знаешь, у меня к тебе есть маленький вопрос. Вот ты познал все входы и выходы. Скажи, пожалуйста, ты это живой ударник стучал или это ритм компьютера? Я думаю, что живой. Живой? Ты знаешь, но он изо всех сил имитировал ритм компьютер. И этим мне очень понравился эта музыка, этот трек. Дело в том, что, как ты очевидно знаешь, изобретение техно связывает немецкая история искусств не с изобретением ритм компьютера Роланда ТБ-808, а с деятельностью барабанщика Джаки Либетса, это из группы Кен, который как раз и молотил, как будильник. Как обычной драмамашиной играл. Как обычной драмамашиной. Она еще не была, она появилась как в начале 80-х. Так, если барабанщик этой славной группы изображает из себя ритм машину, может, ребятам нет денег ее купить, или нужно присутствовать живого человека, все-таки создает некоторый атмосфер в сходе, то это очень сильные концертальные сдвиги в этом держат. Дело в том, что, да, барабанщик группы Ном Готлиптузиаст, действительно играет как метроном, но драмамашина группы Ном есть, они ее используют частинка. Кстати, по поводу того, что драмамашина появилась в начале 80-х, это был Роланг, ты ее заблуждаешься глубоко. Еще Артур Браун в начале 70-х использовал ритм бокс. Это был именно ритм бокс. Да, я даже знаю, что в конце 60-х музыканты из Носильдорфской группы Крафтверк сами делали ритм машины, как-то сделали из пустых картонных коровок, которые звучали, как... Они давали не металлический, не холодный саунд, а звучали... Теплый, картонный... Теплый, джазовый. Это звучало очень джазово, и их очень-очень раздражало. Они хотели тикать, как будильник, как метроном. Но я имел в виду, что в начале 80-х был изобретен ронт, на котором был сделан хаос в Детройте. Это, да? И, кстати, ты сказал, что это анархосиндикалистский... Фольк-панк. Фольк-панк. Это не панк, это пост-панк. Это Сузи Беншес. Я тут услышал монотонная молотилка и драматический вокал, который на метр отрывается от слоя музыки и что-то такое очень вдохновенное и драматическое рассказывает. Судя по тому, как ты делишься впечатлениями от прослушанной песни, а тебе понравилось? Мне понравился этот стиль. Ага. Это наш новый советский синтетический стиль. Я в этом увидел некоторую эстетическую концепцию. Не играем от живота, а вот это придуманная музыка. Да, они думают, безусловно, толковые ребята. Думают, придумывают, изобретают, пробуют и записывают, что характерно. И вы, дорогие радиослушатели, поступайте так же. Ну что ж, я присоединяюсь к совету Андрея. А следующая композиция будет в исполнении проекта из Санкт-Петербурга, который называется «Нож для фрау Миллерс». Честно говоря, я слышал какие-то хардкоровые произведения, гитарные. И вот то, что я услышал на сборнике «Шок», такая новая фирма из Ленинграда, «Шок Рекордс». Там две композиции в стиле из Ленинград, как ни странно, причем с привлечением сэмплов немецкого вокала. Ну что ж, послушаем. Называется пьеская инсулиновая конфетка. Заводи. Мир, шок, мир и малый сайт. 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 Вот такая смесь драман-бэйса, германской эстрады середины века, а может быть даже начало, 30-е года, 40-е, я так думаю. Предоставила группа «Нож для фрауминга» такой специальный презент нашему немецкому гостю. Ну что, понравилось ли тебе? Ты знаешь, мне это понравилось. Мне стыдно в этом признать. Я старый сноб. Но это звучит неплохо. И ты знаешь, мне кажется, я слышу, что это действительно была раньше серьезная панковская группа, потому что этот трек звучит значительно более радикально, чем предыдущий опыт в этой области, которую мы слышали несколько минут назад. В нем совершенно нет мелодий и нет желания понравиться зрителю, радиослушателю. И это как бы так туповато долго по голове, но это и больше цепляет. А вот этот немецкий Ambient, подклеенный в начале и в конце, это какая-то упаковочка такая импортная. Я думаю, что могло быть и без этого. Но только так думают, пускай покупает сам компьютер марки Pentium, ворует программу Cubase, и сам лепит такую музыку. Я все это все же понимаю. Ну что ж, это как бы хороший совет. На самом деле, я думаю, что многие радиослушатели ему последуют. Ну, вот так мы подошли как бы к главной теме российской немецких отношений, а именно к Янтарной комнате. Янтарная комната это вот проект, который записали совместно музыканты Фрутс и импровизационного ансамбля Созна. Если ты знаешь, у них вот на Левый рекорд было мелким тиражом выпущено аж два альбома. Это была такая импровизационная музыка, а сейчас они больше склоняются к коллажным каким-то произведениям, работают с электроникой. Сейчас послушаем один из треков из этого альбома Янтарная комната. Ну, давай послушаем. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Антон, расскажи нам по поводу концертов что-нибудь, когда прошел первый концерт, 18-го, по-моему, да? Да. В Доме художника. В ЦДГ. Вроде довольно удачно. Что за программа предлагала зрителям? Ну, основано на вот этом компакте «Экзотики и формалист», плюс несколько новых композиций в составе, кроме Леши Борисова, еще играет мой приятель. Лесенький Калэп Титц, который изобретатель таких шумовых электромеханических инструментов. Но, к сожалению, в этот раз он ехал сюда в высокой температуре и взял только портабельный компьютер, на котором он играл в ЦДГ. И в ЦДГ у нас в первый раз был видеоряд. У нас было до этого концерта, это два концерта в Финляндии. Да, вы выступали в Финляндии, был фестиваль Сибелиус, да, если я правильно понял? Ну, фестиваль был косвенно связан с Сибелиус Академией, то есть это высшая музыкальная школа в Финляндии. И второй концерт был в маленьком клубе «Альтернативной андерграндной музыки» в Финляндии. Антон, я знаю, что вы решили отметить праздник 23 февраля, День защитника Отечества, концертом в клубе «Бедные люди». Расскажи, как это будет выглядеть, в каком составе вы будете выступать в понедельник? В понедельник 22-го будем играть в клубе «Бедные люди». В составе саксофонист Сергей Летов, Алексей Борисов и я. Будем играть частично импровизационную музыку, но за ритмическую сторону буду отвечать в этот раз я, и возможно будет нечто похожее на вот эту музыку, которую вы сейчас услышали. У нас же есть концертный фрагмент, который был записан во время вашего выступления в Финляндии в составе с твоим приятелем финским и русским Алексеем Борисовым. Давай послушаем этот фрагментик и предложим его вниманию наших радиослушателей. Называется «Джингл-пьеса». «Джингл-пьеса» 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 На прощание еще одна песня в исполнении группы Merlins Это произведение группы Эйнштурсена и Баутен, которые называются «Саламандрины» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok